Всем привет! Меня зовут Виктория, это парфюмерный канал и сегодня часть о пустых флаконах номер два. Не буду затягивать, давайте сразу же начнем. Я просто обожаю, когда у ароматов есть вот такие миниатюрные версии, благодаря которым мы можем познакомиться со звучанием того или иного аромата. К примеру, у Avon есть вот такие вот малышки. Здесь у нас на обзоре Persever Sunshine и Cherish. Начнем с Persever Sunshine. Он понравится тем, кто любит магнолию, мимозу, манго, цитрусы в одном флаконе. Манго придает здесь такую очень приятную экзотическую нотку. Здесь сладковатые цитрусы, приятные, белоцветочные. Магнолия слегка замыливается в сердце. Другие белые цветы там очень красивая в сердце мимоза. Припудрена, сладковатая, такая бархатная. Если любить такое сочетание, то присмотритесь. В целом аромат понравился, но он для меня не тянет на полный размер. И Cherish, который тоже сильно меня не впечатлил. Когда я его приобретала, мне казалось, что здесь будет именно красивый вишневый цвет. Как он выполнен, например, в парфюмерии Masakima Tsushima. Но нет, здесь все более приземленно. Немножечко так грубовато выполнено. Плюс ко всему здесь еще малинка, какие-то цитрусы сладковатые. Здесь есть жасмин и здесь есть нота перчика. В общем, вот эта линейка Cherish неплохая, но меня, честно, она не зацепила. Так что Avon аромат Cherish я тоже не буду приобретать в большом флаконе. У Avon есть очень интересная линейка Rare Flowers. По-моему, есть еще линейка Rare, что-то связанное с камнями, с теми ароматами. Я тоже буду скоро знакомиться. Закончился у меня аромат из серии «Редкие цветы» Solar Narcissus. Кстати, удивительное дело, в это аномальное лето в этом году у меня нецвели мои любимейшие нарциссы, которые всегда, всю мою жизнь цветут рядом с нашим домом, посажены мною в клумбе. В общем, какая-то удивительная история. Этот аромат очень тихий, очень спокойный, очень прилежный. Он не кричит, он не выделяется из толпы, он именно близко к своей хозяйке сидит. При этом очень нежно, легко, окутывает, каким-то буквально эфиром покрывает сверху, снаружи. Здесь приятнейшая нота абрикоса. Мне кажется, здесь есть асмантус. Здесь есть нотка цитрусовых, но не могу понять, какие именно цитрусы здесь есть. Нотка тиары придаёт небольшую экзотичность аромату. Приятнейший нарцисс, да, я здесь его слышу где-то в сердце, даже уже ближе к базе. Очень спокойный аромат. Иногда мне хотелось дома его на себя надевать или в выходной день. Приятнейший, не знаю, буду ли повторять, но в целом очень-очень классно, бело-цветочное, даже в какой-то степени медово. Есть в моей коллекции вот такой волшебный, сказочный, потрясающий дизайнерский флакон Алена Ахмадулина от Фаберлик. О нём уже прям вот складывают легенды, какой он потрясающий по звучанию, этот аромат Алена Ахмадулина от Фаберлик. К слову, покупала я его на Авито, и мне даже продавец не сказал, что крышечка здесь просто отвалилась. Пришёл у меня какой-то весь в разваленном состоянии, в коробке, без пупырки, без какой-то подкладочки, и продавец даже ещё просил меня оставить ему отзыв. На этот аромат я в основном любуюсь, а активно использую тридцаточку. Это древесно-амбровый сливовый аромат. Там есть какая-то ещё персиковая абрикосовость, ближе к сердцам. Аромат сказочный, как какая-то старинная шкатулка, в которой веками хранятся украшения. Какой-то прекрасный, замечательный королевы. Если честно, то тридцаточка по звучанию отличается от полноразмерного флакона, но это только если очень сильно внюхиваться. У меня уже почти подошла к концу тридцаточка. Здесь половина, но я точно знаю, что к концу месяца я однозначно её закончу. Плюс ко всему мне девочки просили сделать им отливантики. Алена Ахмадулиной, так что точно у меня закончится этот аромат. Здесь очень красивая слива, дорогое дерево. Аромат имеет такую, какую-то даже приятную терпковатость. Интересный, ничего подобного раньше в Фаберлик или в другой сетевой парфюмерии я не слышала. Мне этот аромат очень-очень сильно нравится. Ну, конечно, флакон такой именно больше для созерцания и для красоты. К слову, вот эта вот весюлечка выполнена очень качественно. Здесь у меня половина флакона. Она шёлковая, здесь всё так хорошо и симпатично выглядит. Мне очень нравится. Мне очень нравится этот флакон. Вы знаете, очень даже неплохой аромат. Феста Девита, Фаберлик, что-то в стиле инфантильности Эскада. Вот такой же позитивный, такой, знаете, какой-то драйвовый такой аромат. В нём очень приятно и натуралистично звучит пион. Вот пион мне в нём очень нравится. Другие белые цветы. Фрейзе даёт такую лёгкую зелёную савиженку. Он летящий аромат, женственный, при этом позитивный. И есть какая-то в нём такая, знаете, ноточка, которая меня буквально притягивает к себе. Технические характеристики средние. Не буду повторять пока что, но в целом я могу похвалить данный аромат. Я знаю, что у него есть поклонница. Симпатичная крышечка. Всё очень просто, легко, но при этом притягательно. Что-то цепляет меня в этом аромате. Следующий аромат от Avon. Even Brace серия. Ив не самая моя любимая линейка у данного бренда. Но при этом Even Brace понравился мне своей малинкой и клубничкой. Интересное дело. Сначала я слышала именно свежие ягодки, которые только что сорвали, собрали. А сейчас они уже звучат как переработанные, термически обработанные ягодки. Сладковато, карамельно. Припудренный аромат за счёт ириса, за счёт фиалочки. Есть там приятный такой персикло-абрикосовый асмантус в сердце. Тоже нежно, тепло звучит. Аромат для особого настроения. На мне он держится примерно 4, максимум 5 часов. Симпатичный, но любимчиком не стал, поэтому повторять точно не буду. Наш самый любимый аромавирус закончилась вот такая фиолочка 11 мл. Цветущая сирень. У меня уже на канале целых 2 видео, посвящённых данному российскому очень бюджетному бренду, который представлен на сайте Valbris. Друзья, я просто обожаю сирень. Я весенний человек. Мне нравится всё, что связано с весной, кроме аллергии, которая проявляется у детей, к сожалению. Аромат сирени, он волшебный. Он очень простой, но при этом он так и манит. Он такой даже слегка таинственный для меня. Я только в этом году обратила внимание, что каждая сирень, каждого вида, каждого сорта, белая, сиреневая, фиолетовая, махровая. Я заметила, что все они по-разному пахнут. Не знаю, либо нос натренированный уже стал более-менее, либо я именно обратила внимание на это только этой весной. В общем, это интересный факт для меня. Друзья, цветущая сирень вам понравится, если вы любите, конечно же, эту ноту. Это именно моноаромат слегка влажноватой сирени. Как правило, во многих бюджетных ароматах сирень передают неонтралистично, химозненько, на уровне освежителей воздуха. Здесь нет. Здесь приятно, свежо, легко, притягательно, немножечко. Это слегка-слегка припудрено. Ну, в общем, это классно. Я думаю, что следующей весной для поднятия настроения я приобрету такую же фиолочку. Очень-очень-очень просто и при этом очень симпатично. Друзья, на эту серию халяль от Фаберлик на три аромата, у меня есть отдельное видео, оставлю ссылочку под видео, закончилось масло Галби. Еще раз, в сотый раз повторюсь, что я не люблю носить никакие масла парфюмерные ни в каком виде на себя, хотя у меня сухая кожа, и в уходе за кожей я люблю пользоваться маслами. Но ароматы носить на себя намазом – это не мое. Но сам по себе аромат Галби, он очень интересный, он сложный, сложно сочиненный, и вот его хочется разгадывать. Он очень таинственный, он глубокий. Там смолы, там пряные травы, там специи, там даже герань есть, там даже, мне кажется, и гвоздика тоже есть. Мускатный орех там есть, пачули, мускус, дерево, дорогое дерево. Сам по себе аромат очень интересный. Сейчас будут еще другие масла, которые тоже у меня закончились, и в основном наполовину я им пользовалась, наполовину я их использовала в хозяйственных бытовых нуждах. Например, заливала их в аромодиффузоры, использовала их для особенного спрея, про который я много раз рассказывала, который я делаю самостоятельно для очищения всех поверхностей. В общем, сам аромат понравился, повторять из-за формата, конечно, не буду. Еще одно – это уже арабское масло под названием рассаси. Туинкл. У меня есть еще зелененькое маслице, это закончилось полностью. Так интересно оно вот здесь вот наносится при помощи такого длинного стеклянного стержня. Сам аромат очень приятный. В нем черная смородинка, здесь и ягодка, и лист черной смородинки, персик, спелая груша, какие-то другие цитрусы, припудренный таинственный ирис, здесь есть нота питалии, пион плюс роза. И все это очень женственно, элегантно, красиво, объемно звучит. Аромат переливается, нотки меняются. Я слышу здесь отчетливый старт и сердце, и базу. Достойный аромат, интересный. Единственное, что я недавно видела цену на это масло, оно стоит 1200 за 5 мл. Я считаю, это завышенная цена. И еще, насколько я знаю, есть спиртовой вариант аромата Туинкл от Рассасси. Вот его, я думаю, я бы когда-нибудь и приобрела, потому что сам аромат достойнейший. И еще одно маслице арабское закончилось. Бренд называется Халис. Я не знаю, как он называется. Я даже не помню, откуда оно у меня взялось, либо кто-то подарил, либо кто-то откуда-то привез. Не знаю, не помню. Может, я его приобретала. Это просто, что с моей памятью происходит, не знаю. Я попишу вам название. Вот такое оно. Очень, вот прям, вот на 100%. Это масло, конечно, звучит по-арабски. Здесь и ут, и дерево, и мускус, и смолы. Тяжеленькое такое, медовое. Но при этом достаточно легкие цитрусы, какой-то даже яблочный старт, летящий. Быстро-быстро улетает за пару секунд, и начинается вот эта вот медовая, такая даже иланговая история. В целом, неплохо, но не мой аромат. Мне он не очень понравился, поэтому я точно его доиспользую в хозяйственных нуждах. Либо я его кому-нибудь отдам, либо, не знаю, либо выброшу. Посмотрим, что я с ним сделаю. Но однозначно носить такое я не буду. И, в общем, вывод масла не мое. Но, в принципе, мне приятно изучать ароматы в виде масел, но носить на себе до сих пор их не могу. Ну что, мои дорогие друзья, мы подошли с вами к концу данного видео. Я благодарю вас за ваше внимание, за лайки, комментарии. Напишите, пожалуйста, что понравилось, что не понравилось, с какими ароматами знакомы, с какими хотели бы подружиться и узнать их звучание. Я вас обнимаю. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!